В течение последних нескольких лет у больницы имелась кредиторская задолженность в положении государственного казенного предприятия. Не позволяло принять меры по сокращению задолженности, в связи с чем по инициативе руководителя управления здравоохранения Магисталовской области предложено было ее присоединить в состав государственного коммунального предприятия Магисталовская областная больница, которое было закреплено постановлением Акима Магисталовской области 5 февраля 2018 года. И после проведения официальных процедур присоединения она была присоединена к областной Магисталовской больнице буквально 1 августа 2018 года. В течение всего месяца августа нами проводилась сформирована дефектная ведомость и проект смертной документации по проведению в детском корпусе капитального ремонта, а во взрослом отделение текущего ремонта, которые были переданы в управление финансов и управление строительством Магисталовской области. Что касается, сразу могу ответить, касательно питания, там все питание пациентов проводится в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстана 29 сентября 2015 года, номером 761 подтверждение правил показания стационарной помощи. Что касается неквалифицированных действий, могу сразу сказать, что весь медицинский персонал, который работает в инфекционной больнице, сертифицирован, имеет квалификационные категории, в том числе высшие, и, значит, многие неоднократно врачи и медсестры обучались и проходили курсы повышения квалификации, лечение заболевания проводилось, и сейчас проводят соответствующие протоколы клинических, утвержденные Министерством здравоохранения и больницы, еще окончательно могу сказать, что больница полностью обеспечена у нас медицинскими препаратами и расходными материалами. Министерством здравоохранения